Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе! Я хочу сегодня показать вам несколько отрывков из выступлений Невзорова, всем вам наверняка известного человека, да, который ещё начинал свою карьеру такого публичного журналиста с известной в конце 80-е, начало 90-х годов передачи 600 секунд. Так вот, конечно, я лично, надо сказать, потому что об этом будет огромное количество мне писем, если я сейчас не скажу, мол, кого вы показываете или что. А причём тут кого? Я сам не разделяю очень многие мысли Невзорова относительно политических нюансов, относительно его, естественно, ненависти к России, к русской истории, которую он, так сказать, видит совершенно оригинально по-своему. Ну, не будем вступать, совершенно мой канал не политический, да, поэтому не будем говорить об этом, попрошу вас тоже, да. Но его вот эти либеральные воззрения, вот эти вот связь с этими врагами народа, всякими Венедиктовыми и прочей сволочью, это я, естественно, не разделяю. И не буду говорить более грубо. А что касается того, что он в чём прав, вот в чём прав, в том он прав. И, кстати, не потому что мне это нравится, я и разделяю его взгляды на то, в чём он прав, как мне кажется, а мне это вообще не кажется. Есть законы природы, есть физиологии. Вот в физиологии он разбирается хорошо. И я как раз не отношусь к тем людям, которых очень не уважаю, вот о чём я постоянно вам, всем моим зрителям говорю, что мне плевать, во что я верю, во что верите вы, другой человек, и вам так же должно быть, это совершенно не важно. Есть факты. И вот на факты надо обращать внимание. Я очень не люблю, когда извращают факты, когда извращают законы природы, когда факты пытаются как-то трактовать, ну, совершенно алогично, то есть не приводя доводы, аргументы, а вот Невзоров приводит. И поэтому я решил сегодня сделать данное видео. О чём оно будет? Я покажу вам четыре сюжета, где Невзоров говорит очень интересные вещи о нашей, как раз теме, о веганской, где он полностью доказывает, не без юмора, не без характерных для него издёвок, оригинальных и довольно-таки уместных. Ну, в общем, молодец в этом смысле. В этом смысле отдать должное ему надо. Мастер слова, безусловно, за словом в карман не полезет. Вот аргументы железные, очень эффектно излагаемые. Итак, давайте начнём. Первый сюжет, он о чём там говорит. А вот с него я, собственно, и начал. Недавно мне прислал один человек из такой передачки. Я её, конечно же, никогда не смотрел по ноптикум. Ну, это либеральная, видимо, какая-то передачка. Но он там в конце рассказывал, по-моему, с 26 минуты про мясо и про питание людей в прошлом, вот про эти все байки. Он их разбил просто очень хорошо. Более того, он пишет книгу, либо какую-то главу книги об этом. Я буду очень рад её, прям когда опубликуют, процитировать, подискутировать на эту тему. Но что я там услышал? А услышал я то, что я уже лет 10 говорю, так сказать, из Ютуба о том же примерно. Но Невзоров привёл несколько аргументов. А их ещё, конечно же, сотни можно привести. Которые я не приводил раньше. Ну, например, он говорит, во-первых, что никогда наши предки, если говорить вообще о предках как неандертальцах, это вопрос веры, а не знаний научных. Он считает, что это факт. Я считаю, что это не наши предки, но дело вообще не в этом совершенно. А в том, что они не были никакими охотниками. И те люди древних, скажем, степей, где паслись мамонты, тоже никогда охотниками не были. А о том есть строго научные данные. Например, я советую вам посмотреть такую передачу, где один профессор студентом, по-моему, читает лекцию. Очень, кстати, интересная лекция о диких степях. Называется «Манифест дикого поля». Посмотрите обязательно, где вы поймёте, вот те, кто любит науку, кто любит всяких там цицулиных и белорусских, всяких беловешкиных и прочих товарищей, вы поймёте, что никогда человек, то есть поймёте от тех, кто занимается этим профессионально, научно, не был никаким охотником. А кем он был, прав невзоров, совершенно во второй части сюжета, которую вы сейчас увидите. И вот, говоря о первом сюжете, о чём там? О том, что он говорит, что никакими охотниками они не были, что нет никакого морфологического, анатомического, иного рода приспособления, о чём я всегда твержу, да, что человек – это хищник. Он не хищник никакой. Более того, например, мышечный аппарат челюстей у человека менее развит, чем у макаки даже, в восемь раз. Это говоря о том, что те же приматы в восемь раз в этом смысле большие хищники, хотя они хищниками не являются, и тут люди любят разную херню подсовывать, типа, вот они и мясо едят, и там себе подобных, и яйца, и что угодно. Ну, так это не говорит о том, что они хищники. Совершенно нет. То, что я всегда говорил, что, во-первых, в критических ситуациях любой животный может съесть несвойственный ему продукт, что никогда безвредным неестественное питание не останется, есть дефицитные состояния, есть паразиты различные у живых высших организмов, которые заставляют человека или животное делать какие-то несвойственные, неестественные поступки, в том числе пищевые. И это имейте в виду. Почему же вы, говоруны, которые защищают любым, даже идиотичным способом потребления своего любимого мяса, никогда не думаете об этом? То есть, ну вот у вас логики не хватает, извилин и так далее. Это я, конечно, понимаю, но все-таки давайте учиться, давайте, пока человек жив не поздно, всегда учиться и мыслить разумно. Так вот, у человека настолько сверхиннервированные губы, вот эти губки мягкие, что человек в этом смысле, и вот этот фактор явно говорит о том, что человек либо насекомоядное, либо плодоядное существо, о чем я, собственно, всегда и говорил по ряду морфологических, анатомических и биохимических критериев. Это просто истинно, ну просто факт. Хочет кто в это верить? Нет. Еще, знаете, всегда христиане в этом смысле, ну смешат, которые такие ярые, верующие, и еще тут вот трупы животных потребляют. Хотя должны знать, что они должны к чему стремиться? К чему вообще должен стремиться любой христианин? В рай попасть, да? К эталонному образу жизни, первоосновному, а не успокаивать себя о грехопадении мыслями, что нравится, что ли это? Это что за прелесть? Или он хочет подражать идеалам и стремиться к ним? А что было в раю? Может быть, были сковородки, кастрюли, костры? Нет, это было в другом месте. Так значит, что должно есть? Плоды? Ну вот так вот, и плоды для нас как раз и созданы. Кто бы во что не верил, и это очередное просто подтверждение того. Отвлекся, извините. Теперь. Ну и прекрасно он сказал про пропуск в хищники. Как вы, дорогие товарищи, не хорохорьтесь, какими вы себя корневорами, такие вот красивые словечки, хищниками, да? То есть, не считайте и не считайте. Какими-то палеодиетами не придумывайте себе. Ну вот природу свою вы никогда не переломаете, не измените. И во что бы вы не верили, ничего вы не способны изменить. Потому бороться вы можете, бодаться с кем угодно. Но с природой это занятие весьма глупое, бессмысленное. И поэтому хорохорьтесь, но пропуск в хищники вам никто не даст. А сами себе, ну, сами вы и большими буквами можете написать. Я пуп земли. Только от этого ничего не изменится. Итак, смотрите первую часть. Вот смотрите, что у нас про человека. И хищник он или нет. Да? Следует помнить. Я прошу прощения, я буду читать, потому что текст это всегда предельно точная штука и должна быть предельно точная. Вот следует помнить, что ранний человек никогда не был охотником. Что такое охотник? Это в первую очередь хищник, имеющий все биологические свойства и приметы хищника, так называемого корневора. Эволюция четко метит касту головорезов, хищников, особой конструкции зубов, когтей, мышц, спецификой зрения желудка и кишечника. У человека нет и никогда не было ни единой морфологической приметы хищника. Достаточно сказать, что мышечный аппарат тех челюстей, который должен обеспечить укус, захват и разрывание добычи, у человека скромнее даже макакского аппарата, то есть аппарата макаки, в 8 раз. То есть его попросту нет. Затем мы можем обратить внимание на наличие необыкновенно чувствительных и дико иннервированных губ, которые выдают в нас, опять-таки, извиняюсь, либо насекомоядное, либо плодоядное, потому что хищники не имеют таких губ, у них нет в них ни малейшей необходимости. Их губы гораздо менее иннервированы, поскольку они не играют никакой роли в захвате добычи. Ими невозможно ничего удержать. И посему они в основном выполняют либо мимическую функцию, либо функцию удержания слюны во рту. Ну, я немножко отвлекся, да? Ушел от текста. Вот смотрите, человек-убийца, да, истерик, несомненно, но никак не хищник. Хищникам нельзя стать со временем, да? И нельзя дослужиться до хищника, просто наращивая скандальность. Мерзкий нрав бегемота, это не пропуск в хищнике. Да, бегемот может при случае прикончить антилопу в трясине, но это не переведет его из отряда свинообразных в другую биологическую касту. И, кстати, вот про подобную вот эту вот ахинею, вернее, ее разоблачение, да, всякой глупости, которую люди плетут, про вот эти якобы аргументы в пользу поедания мяса, что это вроде бы естественно, поскольку у нас есть клыки, кто же мы тогда? Если мы имеем клыки, то мы хищники, говорят неразумные некоторые люди. Но вот я про это подробно объяснил, хотя это очевидные прописные истины, которые объяснять не надо, но сейчас люди настолько глупы, ну, в своей основной массе, что приходится даже и это пояснять. Так вот, я советую вам посмотреть и передать тем, кто до сих пор хорохорится, выпендривается, мое видео клыки. Клыки у человека для поедания мяса? Или там, как утверждение, или как вопрос? Нечто среднее. Так вот, это видео, пожалуйста, смотрите, обязательно, кто не смотрел, и перешлите тем, кто до сих пор упивается гордостью и самозначимостью такой, вроде я венец эволюции, я хищник. Да хрен там ты хищник. Ну вот, а пусть люди все-таки правду знают. Не все же жизнью хорохорится жить в неведении, выпендриваться, радоваться тому, чего ты лично не заслужил. Поэтому давайте, вот мои лекции клыки тоже потом посмотрите. А, кстати, под этим видео я приведу обязательно ссылочки все, которые на все случаи жизни, ну, типа, морковки тоже больно. Ну, такое видео есть. Это тем, кто несет чушь о том, что растения вы убиваете, злые веганы, типа, выпендриваются так они, что им тоже больно, это доказано, значит, мол, жери мясо, убивай, проливай кровь, кишки выпускай, глаза выкалывай, давай, вот это делает, мол, тоже самое. Представляете, какие есть дебилы. Ну, вот для таких дебилов я сделал видео, морковки тоже больно. Вот, и для остальных, ну, которые еще что-то могут придумать, там научно, еще что-нибудь, там околонаучно. Вот для всех этих людей найдутся достойные ответы, там, про продолжительность жизни, покажите, мол, мне столетних веганов. Я же говорю только факты, беспристрастно. Мне абсолютно наплевать, еще раз говорю, как я лично, во что верю. А моя вера только на том основано, что я знаю и понимаю это, что я знаю. Второй сюжет это программа Кальмары, где двое ребят задают ему такой весьма глупый вопрос, а он очень изящно, филигранно, я бы сказал, отвечает, ставит их на место, ну, и немножко выпендривается. Но так высоко, профессионально и интеллигентно. В общем, посмотрите, дальше будет третий сюжет про молоко. Мой помощник его нашел, очень интересный сюжетик, где невзорует про то, что, во-первых, ну, что в молоке, ну, промышленном, понятно, и гной, и кровь, и самое интересное, что молоко вызывает рак. То, о чем я говорил в своих лекциях про молоко, подробно, из-за вот этого высокомолекулярного белка, козеина, естественно, ну, вот, это посмотрите. А четвертый маленький крошечный сюжетик, где, по-моему, у этого Гордона, он говорит, ну, примерно, только вкратце повторяю то, что говорил уже этим двум ребятам про мясо. Но почему решили его записать, сюжет этот мы? А потому, что он там говорит про то, что мне очень понравилось, что он вообще, как человек, удовольствия в еде не ищет. Он ищет его в другом совершенно. И совершенно я согласен, о чем я всегда тоже говорил, что интеллектуальный человек, высокодуховный, который занимается творчеством, созиданием, да, исследованиями, этот человек, естественно, что и каждому необходимо, как человеку, который творец, по сути, нужно испытывать, ну, только не удовольствие, а вот наслаждение и так далее, совершенно от другого, то есть радость, от достижений, свершений, от созидательного труда и так далее. А еда, это всего лишь средство. И жить для еды, это позорно для разумного человека. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Очень жаль таких людей, которые живут ради еды, как некоторые. У меня больше ничего в жизни не осталось, только еда. Жаль. Человек прожил свою жизнь просто зря. Такой человек. Ну, а теперь смотрите, вот эти оставшиеся три сюжета. Кстати, я знаю, что у меня не едите мясо. Ну, это все знают, и у вас какая-то конкретная, отличающаяся от всех, позиция по этому вопросу. Ну, у меня нет никакой особой позиции, я кирпичи тоже не ем, и гайки не ем, и картонные коробки не ем, я вообще не ем ничего, не съеду. Слушайте, ну, вот я видел, смотрел какую-то передачу, где человек в халате вещал о том, что мясо нужно есть, потому что оно содержит вещества, необходимые для тканей организма. Ведь мы полностью состоим из тканей, и я, в общем... Если более научно сказать, то в мясе содержится набор аминокислот, которые без мяса в нашем организме не выработаются. я бы очень советовал вам никогда не пытаться, по крайней мере в кадре, делать такие вот эксперименты на физиологическую тему, потому что выглядит это предельно потешно. Если вы бы чуть поглубже знали физиологию, то вы бы знали, что эти аминокислоты есть практически во всех продуктах, и что тот белок, который, с вашей точки зрения, необходим, все равно организм получает уже в мертвом виде. Это мертвые клетки. Так а фрукты тоже мертвые? Фрукты не до такой степени мертвая клетка, потому что она не прошла термическую обработку, она не прошла определенного рода консервацию. То есть там часть клеток еще жива, но дело не в этом. И у противников, и у сторонников поедения фрагментов трупов очень много различных доводов в ту и в другую сторону. А ведь в природе есть куча существ, которые питаются падалью, и это их пища, и биологический вид может на этом жить. Почему мы не можем жить тоже? Да, братья, живите. Я вам хоть слово сказал про вегетариатство? Нет, мне интересно... Пока что набросились на меня вы. С вашей стороны почему вы? Понимаете, для того, чтобы с моей стороны эту тему понятия оценить, ну, необходимо знать физиологию столь же глубоко, как я. Во-первых, не думал, что это удастся у вас в ближайшие 8-10 лет. Во-вторых, у меня нету сейчас, вот конкретно сейчас, в ближайшее время, у меня нету желудочной онкологии в планах. А мясо может привезти? Мясо гарантированно приводит. Вы же такой любитель слушать дяденек в телевизоре. Вы просто найдите какой-нибудь каналчик в вашем интернете и послушайте дяденек, которые думают по-другому, дяденки вам расскажут всю статистику. Пусть вам что-то объяснят, если не могу объяснить я, пусть вам что-то объяснят фамилии тех, кто подобно мне в свое время сделал этот, ну, как бы, абсолютно добровольный и веселый выбор. Вы, наверное, помните такого дяденька Леонардо да Винчи, да? Что-то припоминаю. Да, вы, наверное, помните такого дяденька Бернардо Шоу, да? Тоже знаю. Вы, наверное, помните фамилию Ганди, да? Вы, наверное, в состоянии припомнить еще 50 или 60 имен самых выдающихся жителей этой земли. Ну, Толстой на финальном этапе, скажем так. К тому же Толстой фигур спорная. В достаточной степени. Поэтому тут это же выбор, как бы, одной или другой стороны, скажем так, вокруг одной и той же баррикады. Но есть и другие долгожители и таланты, которые... А, совершенно, дело-то не в долгожительстве. Дело в том, что либо человек, это смелое, очень, утверждение, и глупое, в принципе, это некое существо, способное на персональную эволюцию. Способное на то, чтобы, ну, постараться, пусть и искусственно, пусть и декларативно, но все-таки максимально далеко уйти от того, как вы совершенно справедливо заметили, дотретофага, то есть падальщика, потому что люди не были никогда охотниками. По крайней мере, вот в течение двух миллионов лет у них не было ни морфологических, ни технических возможностей охотиться, по крайней мере, на крупную дичь. И в основном они были падальщиками. Это тоже доказанная и абсолютно такая канонизированная в полеантропологии точка зрения. Дело не в этом. Дело в том, что вот в этой личной эволюции вы имеете возможность для себя ее немножко ускорить. Вы имеете возможность, ну, оторваться вот от этого животного, которому является человек. Ну, в частности, в частности, и этим тоже. То есть отказаться от мяса? Так я не призываю, друзья мои, я вот не призываю никого ни от чего отказываться. Как правило, я всем говорю, ребята, ешьте мясо, и как можно больше. Я заинтересован в том, чтобы вокруг меня были бы одни идиоты. Журналист Александр Невзоров молоко и сам не пьет, и другим не советует. Считает, что опасно. Невзоров уверен, что польза молока это миф, придуманный молочными королями. А на самом деле оно содержит антибиотики, кровь и гной коров. Сами молокоделы, они же такие, несмотря на весь, на все их прохиндейство, они же, в общем, достаточно откровенны и между собой они это честно обсуждают. Сама технология выдайки молока приводит к сперва микроскопическому растрескиванию сосков, потом трещина становится значительно крупнее, и потом возникает естественное инфицирование. Люди, которые покупают и с умным видом читают там упаковки, сколько там консервантов, сколько там всего, они понимают, что там все равно заключен определенный процент гноя и крови. Молоко вызывает рак, считает Александр Глебович. А люди, которые его пьют, наплевательски относятся к своему здоровью. Они вполне могут получить вот такое вот симпатичное изменение рельефа слизистой оболочки желудка. Это типично не только для гастрита, примерно то же самое, только чуть поглаживаю при энтероколите, либо вот так вот выглядит рак желудка. О чем тоже надо помнить, и помнить, что молоко, какое бы оно ни было, это все равно продукт поразительно рискованный. Вы совершенно не едите мясо. Почему? И гайки тоже. Почему мясо не едите? Потому что, почему гайки? Это несъедобно. По утрам, я знаю, много лет подряд, вы едите яичницу с помидорами. Одну, вот одну яичницу из одного яйца. Хотя теща, видя это, каждый раз мне напоминает, что яйца – это продукт парный. Ну, а я просто как-то вообще не ищу развлечений в еде и не ищу удовольствия в еде. А что касается мяса, то как физиолог, я просто, ну, плюс к этому у меня нету в числе ближайших планов желудочной онкологии, поэтому, еще и поэтому тоже. А это кратчайший путь, да? Да, но это достаточно, если такая задача есть, то мясо – это прекрасный проводник вот прямо туда. Ну, и в завершении пару слов. Ну, что вы можете сказать после увиденного? Ну, я вот, например, могу сказать, ну, молодец, правильно говорит, а для кого-то ведь это авторитет для огромного количества людей. Ну, так как бы послушают про свои заблуждения относительно данной темы. И я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, вот давайте вести себя как порядочные и разумные люди. То есть, если нам что-то в человеке не нравится внешне, в его идеях, там, высказываниях, то не надо огульно говорить, что все абсолютно ерунда, что говорит этот человек на основании всего лишь того, что вам что-то не нравится прийти, то и вы, так сказать, выражаете так протест. Это нечестно. Надо всегда говорить, что вот это конкретно я не принимаю, вот это конкретно я осуждаю, а вот это вот я, так сказать, согласен. Но не на том основании согласен, что мне это нравится, а на том основании я согласен с этим, что он привел абсолютно точные, разумные, логичные доводы, и я не могу ему парировать, и все, что я скажу, будет лишь моим дешевым оправданием, в угождении своим желаниям, верованиям и тому подобное. Всего вам хорошего, до новых видео, будут скоро очень интересные видео. Ждите, до новых встреч.